Добрый день! Сегодня мы будем делать рыбу, ну скажем так, в духовке. Я объясню почему скажем так, потому что в духовке мы будем жрать буквально минут 7-8 как максимум. Сделать мы сегодня будем скумбрию. У нас такие геокрасивые скумбрии, мы потом сделаем из них филе, то есть вытащим все кости. Что нам нужно будет значит скумбрия, филе скумбрия. Нам нужен будет черные маслины, порезанные такие вот кружочками. Если не хотите возиться, можно положить все целое лучше. Нам нужны будут каперсы, нам нужна будет одна луковица, два-три зубчика чеснока и помидоры. Помидоры из вас консервированные, которые значит целиком продаются. Мы их вытащили, стряхнули как-то жидкость с ними, порезали кусочки маленькими. Значит надо, чтобы эти помидоры имели как можно меньше воды, которая в банке. Жидкости вернее. Потом нам нужно будет арагану и оливковое масло. Ну картошка у нас это будет как часть гарнира, значит который мы сделаем один. Мы уже поставили в сковородку греться, сейчас мы ее положим туда. А на эту сковородку мы другую, пока что ее нальем оливковое масло, немножко. Включим тоже. Когда она у нас нагреется, мы положим туда лук и чеснок сначала только. Так, значит, мы поставили жарить картошку. У нас нагрелась эта сковородка чуть-чуть, и мы возьмем туда уже значит лук и чеснок. Сейчас мы посолим, чуть-чуть поперчим, и будем его делать. Будем его пассировать до достаточно, скажем так, в высокой степени готовности. А потом добавим туда помидоры, каперсы и маслины. Так, лук у нас обжарился, теперь мы гладем сюда помидоры. Наш помидор, как видите, практически нет на жидкости. Это, в общем-то, важно. Сейчас мы это все перемешаем. Добавим сюда черные маслины. Значит, количество, в общем-то, на ваше усмотрение, насколько вам что нравится. Каперсов я, например, положу не все, а положу половину, потому что будет очень много. Так, сейчас мы это все перемешаем, как следует. Еще раз посолим сейчас мы. И посыпем урагана. У нас появился такой, значит, целезнаморский вкус. Так, и еще чуть-чуть. Так вот. И теперь, значит, будем делать, чтобы у нас все это, ну, предобрело такую достаточно сухую маску. Почему? Потому что потом мы из этого будем делать, как мы спаем, говорят, кровать для рыбы. То есть мы положим это, как таким слоем на противень. Отстилка, наверное. Отстилка, наверное. То есть мы, говорят, кровать, я не знаю, как по-русски. Вот. И будем уже делать в духовке. В духовке будем делать мало еще, минут 5-7 где-то. На большой температуре. Значит, мы это сейчас ставим на маленьком огне и дадим им делать. Картошка у нас сделана, сейчас мы ее выключим уже. Итак, значит, мы сделали 4 филета, мы их посолили. Сейчас мы их чуть-чуть поперчим. И теперь мы сюда положим, как ты видишь, подстилку, да? Хотя я не верю, что это называется подстилка, но вы считаете, что это? Значит, положим ее так, чтобы она у нас примерно распределилась. По подносу, не по всему. А мы делаем так, что по этому квадрату примерно. И сверху уже положим нашу рыбу. Как видите, подливки практически нет, то есть достаточно сухая она получилась. Сейчас мы нагреем духовку на 230 градусов. И поставим туда буквально минут на 7-8 поставим туда рыбу. Потому что рыба у нас достаточно тонкая, делается быстро. Так, сейчас мы ее немножко распределим. Тут одно колесико у нас влетело. Может, клоше? Может, клоше, не знаю. По-испански это называется кама, а кама это кровать. Так что я не знаю, как это будет. Так. Вот так вот. И сейчас мы здесь сверху установим рыбу. Значит, как нам ее положить, чтобы она у нас все установилась? Наверное, так вот на углу придется нам класть. На самом кусок здесь поменьше немножко получился. Так. Так. И вот так вот. Ну, сейчас мы это, я повторю, нагреем духовку на 230 градусов и поставим туда под нос. И потом посмотрим, как это получится. Итак, сегодняшнее наше блюдо, это скумбрия на, мы так и не поняли, что это, кровать, подстилка, матрас. Ложи. Ложи. Из томата и других овощей. Немножко жареной картошки мы сделали. Строго говоря, блюдо это не то, чтобы испанское. Но я у нее, скажем так, позаимствовал у одного очень известного испанского, басского, скорее, точнее, повара. Так что условно будем считать, что оно испанское. Но я повторяю, я больше нельзя, такой блюдо не ел. Приятного аппетита и пока. Приятного аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok